Слава Богу! Сегодня у нас особенное служение, которое проходит каждый месяц. Вы знаете, я надеюсь и верю, что здесь нет людей, которые приходят только раз в месяц, чтобы поучаствовать в хлебоприломлении. Нет ведь таких? Аминь! Аллилуйя! Я верю, что здесь все-таки люди, которые постоянно пребывают в Доме Божьем, ходят во всякое время, во всякую возможность, чтобы быть в Его Святом Присутствии. Аминь! Потому что я хочу вам сказать, что если вы ходите только ради хлебоприломления, вы знаете, вы однажды разочаруетесь, потому что это ничего не принесет в вашу жизнь. Ничего особенного. Потому что на самом деле, вы знаете, хлебоприломление это то, что закрепляет твое ежедневное хождение пред Богом. Если ты ежедневно пред Богом ходишь, если ты постоянно ищешь возможности быть в Доме Божьем, участвуешь в служении, в отношениях с Богом, в различных мероприятиях церковных, это будет на самом деле помогать тебе просто закреплять все то, что ты получаешь, все то, что ты черпаешь из этого нескончаемого источника благодати и милости Божьей. Аминь, дорогие? Кто может сказать аминь на это? Аллилуйя! Слава Богу. Поэтому, вы знаете, нам очень важно развиваться духовно, нам очень важно вкладывать в свою духовность. Это очень важный момент. Это очень важный момент. Вы знаете, однажды размышляя над верой, размышляя над духовным ростом, мне пришло на память, это, наверное, еще из 80-х годов, когда я был маленьким пацаном, у нас дома на стене висели настенные часы. И эти часы были, знаете, такие уникальные тем, что они не были на батарейках. Вы знаете, сегодня очень много у нас на батарейках есть вещей, да? Согласитесь, что, знаете, это интересно, это хорошее развитие, это хороший такой прогресс, когда есть батарейки, есть аккумуляторы. Но, вы знаете, что я заметил? Я заметил, что очень часто батарейки нас подводят в тот момент, когда нам особенно необходимо вот тот прибор, который на батарейках. Вы замечали такое, да? Вот у меня дома есть газовая колонка на батарейках, то есть она производит горячую воду. И я не знаю, когда эти батарейки закончатся. Вы знаете, и заранее купить батарейки другие, это немножко неправильно, потому что они могут сесть, они могут испортиться, пока лежат. И, знаете, я всегда так думаю, ну вот сядут они, и именно в этот момент я обязательно куплю новые. Поеду, благо сейчас везде можно их купить, да, нет проблем. Ночные магазины есть, какие-то еще там, ну. И, вы знаете, я заметил, вот очень часто эти батарейки садятся тогда, когда я не могу их заменить. Знаете, они подводят именно тогда, когда больше всего надо воды, все хотят помыться, и батареек нигде нету. И, вы знаете, как бы ты ни хотел приготовиться, очень сложно. Но почему я говорю, знаете, о настенных весах, часах? Я помню, что для того, чтобы эти часы всегда показывали точное время или всегда шли, да? Вы знаете, что на самом деле даже часы, которые не идут, они два раза в сутки показывают правильное время. Знаете об этом или нет? Часы, которые стоят, показывают два раза в сутки правильное время. Но для того, чтобы твои часы всегда были верны, всегда были точны, тебе нужно иметь постоянство их заводить. Именно вот эти часы с часовым механизмом, с пружинным механизмом. Я помню, как мой отец или моя мама, они по-разному это делали, у кого выпадало это время, кто был дома. Потому что каждый день в одно и то же время они брали ключ и заводили вот этот механизм, чтобы часы продолжали идти, чтобы бой в них был. Знаете, там было интересно, такие молоточки внутри, это я уже потом разведал, когда залез туда тихонько, поотгибал эти молоточки, и бой нарушился. Но чтобы часы шли, нужно было постоянно их подводить. Нужна была ответственность каждый день заниматься тем, чтобы подводить часы. Почему я об этом говорю? Вы знаете, чтобы нам духовно расти, нам нужно иметь эту ответственность, чтобы каждый день работать над своей верой, работать над своим духовным состоянием. Аминь. Вы знаете, наша вера это не аккумулятор, наша вера это не батарейка. Хотя хотелось бы, чтобы так было. Вы знаете, наша вера, наверное, большее сравнение, это вот как такой механизм, когда тебе нужна ответственность каждый день заботиться о том, чтобы он был заряжен, чтобы он был подзаряжен. Ну, наверное, можно сравнить с мобильными телефонами. Сегодня мы каждый день их заряжаем. Мы каждый день понимаем, что нужно зарядить, чтобы весь день у тебя был продуктивным, чтобы у тебя была связь, чтобы у тебя были коммуникации. И тебе нужно обязательно зарядить его каждый день. Аминь. Заряжаем ли мы каждый день свою веру? Работаем ли мы каждый день над тем, чтобы наш духовный человек имел постоянную подпитку? Аминь. Подпитку от Слова Божьего, подпитку от молитвы, подпитку от отношений с Богом. И это касается служений, на которые мы приходим. Занимаемся ли мы этим постоянно? Есть ли у нас в этом постоянство? Вы знаете, друзья мои, где есть постоянство, там есть дисциплина. Аминь. И вы знаете, Иисус Христос был вдохновлен одним дисциплинированным человеком, который не был израильтянином, который не был евреем, но он был вдохновлен его дисциплиной. Он сказал, я не видел такой веры во всем Израиле. Это был совершенно язычник, да, иноплеменник. Но он говорит, я не видел такой веры. Знаете, о ком он говорил? Он говорил о военном. Он говорил о сотнике. Друзья мои, когда мы говорим с вами о военных, вот какие ассоциации приходят у нас с вами в сравнении с военными? Знаете, у меня одна из ассоциаций, самая первая, дисциплина. Вы согласитесь со мной? Аминь. Согласитесь, что военные это дисциплинированные люди. Это люди, которые живут по очень строгому распорядку. Знаете, когда я был в армии, я так не любил эту дисциплину, я так не любил этот утренний подъем, эту пробежку, этот распорядок. Знаете, мне так это не нравилось, но мне некуда было деваться, я должен был подстраиваться, потому что я был в армии в этот момент. Аминь. Друзья мои, дисциплина. То, что на самом деле повлияло на веру этого военного, это была дисциплина. Аминь. И именно у этого военного была на самом деле самая удивительная вера, которой удивился Иисус Христос. Представляете себе? Иисус Христос не удивился вере какого-то раввина, Иисус Христос не удивился вере какого-то, знаете, может быть, человека, который был сведущ в Писании, который был близок к синагоге. Он удивился вере, и Он возвысил веру военного человека. Потому что Он поверил. Он поверил Слову Божьему. Он сказал, Иисус, тебе даже не нужно приходить, только скажи. Представляете, Его вера настолько была сильной, дисциплинированной. Он сказал, только скажи, и Мой слуга выздоровеет. Аминь. Поэтому, друзья, нам нужно с вами работать над своей верой. Аминь. Вера, она не заряжается автоматически. Вера, она, знаете, не зависит от какого-то непонятного источника, где-то сам по себе, по вдохновению. Вы знаете, вера, она на самом деле будет зависеть от твоей дисциплины, от твоего отношения, постоянства к тому, чтобы работать над ней, заряжать ее, наполнять ее. Аминь. Скажи, работай над своей верой кому-то рядом. Слава Богу. У кого-то вера, жена, он скажет, слава Богу, над верой буду сегодня работать. Итак, давайте мы откроем с вами первое послание Коринфянам. Это 9 глава. Я прочитаю 17 стиха. И мне хотелось бы сегодня порассуждать над 10 стихами из этой главы. Мы порассуждаем с вами вместе. Это слова апостола Павла. Вы знаете, он пишет о благовествовании. Вот сегодня мы слышали прекрасные слова о том, что нужно проповедовать Евангелие до края земли. Благовествовать. И вот апостол Павел, он пишет о благовествовании. Давайте мы посмотрим с 17 стиха. Ибо если делаю это добровольно, то есть благовествую, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмезно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести и чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Аллилуйя! Итак, друзья мои, давайте мы сегодня поразмышляем над этими десятью стихами о том, что пишет апостол Павел. Давайте мы начнем с 17 стиха. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если недобровольно, то исполняю только вверенное мне служение». Друзья мои, вопрос номер один, который я хотел бы, чтобы мы задали сами себе. Я проповедую Евангелие или нет? Как давно я проповедовал? Как давно я благовествовал? И если я благовествую, и если я проповедую, я это делаю как? Я это делаю, потому что должен, или я это делаю, потому что хочу сделать больше? Почему ты проповедуешь Евангелие? Почему ты благовествуешь? Или, может быть, знаете, стоит задать вопрос, почему я не благовествую? Знаете, это очень важный вопрос. От того, друзья мои, сколько мы сегодня благовествуем, или от того, благовествуем мы сегодня вообще или нет, на самом деле зависит, зависит спасение людей. Вы можете с этим согласиться, сказать «Аминь». Аминь, спасибо вам. Поэтому, друзья мои, нам очень важно понимать, почему мы должны благовествовать. Конечно же, друзья мои, это не должно исходить от того, что я должен. Я делаю это, потому что должен. Я делаю, потому что я это обязан. Вы знаете, наверное, самое нежелаемое, что мы делаем, это то, когда мы должны или обязаны. Вы согласитесь со мной? Знаете, когда мы должны или обязаны, так это не хочется делать. К этому, на самом деле, бывает немножко у нас неправильное отношение. Поэтому мы иногда думаем, как бы так вот избежать того, что я должен? Как бы так избежать то, что я обязан? На кого бы это переложить? Кто бы этим смог заняться? Поэтому иногда, знаете, так бывает, что в церкви появляются вот такие мысли, да? Вот у нас есть команда миссионеров, пусть они ездят и проповедуют, а я буду их поддерживать. Вот у нас есть деревенское служение, вот пусть они ездят и проповедуют, а мы будем за них молиться. Вот у нас есть молодые, вот пусть они ходят и проповедуют, а мы просто будем их благословлять. Но, знаете, друзья мои, апостол Павел пишет, и он говорит, я благовествую. Я благовествую. Будучи апостолом, я понимаю, что это важно. Я проповедую, и я занимаюсь этим постоянно. Вы знаете, насколько это важно, друзья мои? Мы проповедовать сегодня должны. Мы проповедовать, друзья мои, на самом деле должны к этому стремиться, понимать, что это важно, это ценно. Не потому, что это какая-то странная обязанность от Господа, бремя на нас возложено, а потому что мы действительно хотим сделать что-то большее. Мы хотим что-то изменить. Мы хотим изменить наш город, мы хотим изменить тот круг, может быть, обстоятельств вокруг нас, людей вокруг нас. Знаете, если мы не будем проповедовать нашим соседям, они никогда не спасутся, они никогда не изменятся. Я верю в Евангелие, которое изменяет. Вы можете мне сказать аминь? Вы знаете, если бы Евангелие не изменяло, вы бы сегодня здесь и находились. Вы свидетельство того, что Евангелие меняет. Евангелие творит чудеса. Аминь? Мы не родились верующими, мы не родились хорошими. У каждого из нас за плечами достаточно ошибок, неправильных поступков, мыслей, каких-то дел темных. Но благодаря тому, что однажды кто-то нам проповедовал, кто-то благовествовал для нас, сегодня мы изменились, сегодня мы спасены. Можете сказать на это аминь? Аминь, слава Богу. Поэтому, друзья, насколько нам важно понимать, нам нужно проповедовать. Нам нужно это делать. Это очень нравится нашему Господу. Это Его поручение для нас. И когда мы это делаем, мы делаем это добровольно, не когда нас принуждают и говорят, надо. Вы знаете, когда нам говорят, надо идти, надо делать, может быть, просто довериться тому, что говорит Слово Божие, и отозваться на этот призыв Духа Святого. То, что говорит Иисус Христос. Идите и проповедуйте Евангелие до края земли. Аминь. Следующее, что мы читаем, апостол Павел говорит, за что же мне награда? Друзья мои, на самом деле, всегда нам хочется, чтобы любое дело имело результат. А если еще то, что мы делаем, за это у нас будет какое-то воздаяние, то это будет еще лучше, это будет еще приятнее. Аминь. Вы знаете, это всегда приятно, получать вознаграждение, вознаграждение за свои дела, за свои поступки. И апостол Павел пишет, за что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Друзья, если сегодня мы, проповедуя Евангелие или служа Господу Иисусу Христу, ожидаем награду от людей, мы будем разочарованы. Скажи, разочарованы. Если мы сегодня, проповедуя Евангелие, служа Господу Иисусу Христу, ожидаем награду от людей, мы будем разочарованы, не ожидая награды от людей. Но я хочу тебя обрадовать. Награда обязательно будет за служение Господу, за проповедь Евангелия. Награда обязательно будет. Эта награда будет от Господа. Скажи, награда от Господа. Она обязательно будет. Она обязательно будет. Бог вознаградит тебя в свое время. Аминь. Никогда не ожидай награды от людей, служа Господу Иисусу Христу. Даже если это служение, оно очень тесно и сильно связано с людьми, я хочу тебе сказать, ожидая от Господа, ты никогда не разочаруешься. Аминь. Вы знаете, это очень важно. Апостол Павел говорит, я знаю, что у меня будет награда. Я знаю, что я буду вознагражден. Но я не ожидаю от людей. Я не ожидаю. Я делаю это безвозмездно. Я делаю это безвозмездно. Я не пользуюсь своей властью. Я не пытаюсь кого-то заставить и принудить чему-то. Я просто проповедую Христа распятого и воскресшего. Аминь. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Вы знаете, мне нравится, что апостол Павел, он говорит, будучи свободен от всех. То есть, каким образом? Каким образом апостол Павел свободен от всех? Друзья мои, он говорит о том, что проповедую Христа, он не зависит от обеспечения. Он не зависит от возможностей. Он не говорит, вот если мне дадут машину, то я поеду в Каринф или я поеду в Ефис. Вот если мне дадут денег, то я куплю билет туда-то и туда-то. Я сделаю то-то и то-то. Вот если мне помогут, тогда я обязательно буду делать что-то. Нет, апостол Павел говорит, я свободен от этого. Я свободен. Но знаете, что он говорит дальше? Но я поработил себя. Вы знаете, друзья мои, поработил, это значит, добровольно признал себя зависимым от других. В каком образе? Каким образом? Каким образом мы сегодня можем быть зависимыми от других, когда мы добровольно признаем? Обратите внимание. Сейчас я немножко развею то, что я вначале сказал. Когда мы добровольно признаем, когда мы признаем изнутри своего сердца, что я должен и обязан. Никогда тебя принуждают, и тебе кто-то говорит со стороны, ты должен, обязан. Но апостол Павел говорит, я сам поработил себя, я сам сегодня признал себя должным и обязанным всем. Чем? Проповедью Евангелия. Ради проповеди Евангелия я готов пойти на все. Я готов пойти на все. Я готов пойти туда, куда никто не хочет идти. Я готов пойти к тем, кого все ненавидят. Я готов пойти к тем, кому никто не хочет проповедовать. Я готов это сделать, потому что я хочу признать себя должным и обязанным этому. Вы знаете, вот сейчас здесь, в этом месте мы видим с вами наивысшую на самом деле степень посвящения Христу. Вы знаете, мы посвящаем себя Христу не тогда, когда мы говорим, Христос, я так тебя люблю, я посвящаю всего самого себя тебе. Друзья мои, вы знаете, когда мы посвящаем себя Христу, мы становимся обязанными всем. Мы становимся должниками всем. В чем? В проповеди Евангелия. Вы можете сказать на это аминь? Друзья мои, мы сегодня должны это понять, мы сегодня должны принять это решение. Господи, я так тебя люблю, я так тебя уважаю за то, что ты сделал для меня. Господь, я действительно настолько тебя почитаю, что я хочу добровольно поработить себя и стать должником всем в проповеди Евангелия. Нет, друзья мои, не в том, чтобы раздать все свое имение, знаете, прямо сейчас все оставить, все бросить, знаете, в общем, как говорится, пойти на все уступки, поставить все щеки, знаете, вот. Вот, когда вы не имеете в этом откровение, знаете, не спешите. Нужно действительно иметь откровение. Но, вы знаете, чтобы исполнить весь закон, оказывается, достаточно любить. Скажи кому-то рядом, любить. Когда мы любим, друзья мои, мы исполняем весь закон. Представляете себе? Об этом Слово Божие говорит нам в послании к римлянам. В послании к римлянам, 13 главе, 8 стихом. Апостол Павел также пишет. «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Любящий другого исполнил закон. На самом деле, друзья мои, Павел не просто стал должником всем и каждому. Он не просто поработил себя сверх своей воли. Он не просто заставлял себя, знаете, быть используемым другими. Нет. Он это делал на основании любви. Он позволил Божьей любви настолько его сердце наполнить, что он полюбил других людей. И поэтому ему было легко быть должником. Ему было легко поработить себя, чтобы проповедовать Евангелие. «Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона». Друзья мои, вы знаете, как важно, служа людям, не изменить самому себе и Богу. Вы знаете, как важно, служа людям, не изменить самому себе и людям. Вы знаете, я в служении видел людей, которые были разочарованы от служения. Они были разочарованы. Вы знаете, я видел, как они были успешны в служении. Они отдавали самого себя. Они очень много делали, очень делали много доброго. Но почему-то в какой-то момент приходило разочарование, приходило опустошение. Вы знаете, насколько важно, служа Богу и людям, не изменить самому себе, не изменить тем принципам, на которых ты строишь свое служение, на которых ты строишь свои отношения с людьми. Ты знаешь, ты никогда не будешь разочарован, если ты строишь свое служение на любви Божьей, не ожидая ничего взамен, не ожидая, что тебя кто-то похвалит, не ожидая, что тебя кто-то будет постоянно, может быть, превозносить, возвеличивать. Вы знаете, вот хочется этого, да, по человеческой натуре, наверное, каждому из нас хочется, чтобы нас заметили, чтобы нас выделили, ну хотя бы просто, чтобы сказали такое человеческое спасибо, да. Вы знаете, я не говорю, что это не важно, это важно, и нам нужно это делать. Но если это не происходит в твоей жизни, может быть, никто тебя не благодарит, ничего не делает в твою жизнь за то служение, которое ты совершаешь, это не значит, что тебе нужно разочаровываться. Потому что есть Тот, кто однажды тебе даст столько, что даже все люди не смогут этого восполнить. Даже если весь мир согласится тебе воздать какую-то честь или какую-то славу, этого будет очень мало по сравнению с тем, что тебя ожидает от Отца Небесного. Аминь. Вы знаете, почему иногда, служа людям, мы начинаем нарушать те принципы, на которых когда-то начинали это служение. Мы позволяем приходить обидам, мы позволяем, знаете, каким-то эмоциям, мыслям наполнять нас. Мы позволяем начинать додумывать что-то в голове. Как важно наблюдать за своим сердцем, как важно хранить свое сердце вот в этом трепетном состоянии правильных отношений, любви. Знаете, начали любовью, а заканчиваем плотью. Насколько важно, нам понимают, друзья мои, не начало важно, очень важно, как мы закончим, очень важно, как мы дойдем. И даже глядя на апостола Павла, мы с вами видим, что он понимал важность конца. И на закате своей жизни он говорил, я сделал все, что должен был сделать, я течение совершил, я веру сохранил. Аминь. То есть он бодрствовал над своей верой, он постоянно заботился о том, чтобы его вера, она не была этой батарейкой, которая вот-вот сядет, он заботился о том, чтобы его вера, она была этим механизмом, над которым он каждый день бодрствует, и он каждый день заботится о том, чтобы этот механизм продолжал работать. Аминь. Поэтому он пишет, для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал со всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. И здесь, друзья мои, апостол Павел раскрывает основной мотив. Он раскрывает основной мотив, что мой мотив — это Евангелие. Я хочу быть соучастником Евангелия. Я хочу быть соучастником радостной вести. Я хочу видеть людей, которые наполнены радостью спасения. Я хочу видеть людей, которые будут изменены под действием Слова Божьего. Ничего другого Он не ставит в основание Своего служения. Как я уже говорил, давайте зададим вопрос. А какой мой мотив служения? О, сделать лучше всех. А для чего? Ну, для того, чтобы все поняли, что я не такой, как все. А для чего? Ну, для того, чтобы все поняли, что мне можно доверять намного больше. А для чего? Ну, для того, чтобы я имел не просто какую-то позицию, а особенную позицию, высокую позицию. А для чего? Ну, для того, чтобы я был чуть выше других. Какой мой мотив? Служение Богу. Обогнать. Получить похвалу. Похвастаться. Ну, просто внутренне удовлетвориться. Что если я что-то делаю, то я делаю это не как все, я делаю это лучше всех. Знаете, я не знаю. Это просто рассуждение. Но глядя в жизнь апостола Павла, я понимаю, его мотив был единственный. Радоваться. О спасении. Видеть измененные жизни. Видеть, что Евангелие, оно способно менять людей. Оно способно спасать. Аминь. Через Иисуса Христа, через это имя, в котором есть спасение для каждого. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Вы знаете, интересно, что на самом деле, друзья мои, когда мы с вами наблюдаем за соревнованиями, мы понимаем, что когда есть соревнования, это говорит о том, что победитель будет один. Аминь. Когда мы смотрим чемпионат мира по футболу, мы понимаем, что чемпионами может стать только одна команда. Когда мы смотрим бег на длинные дистанции, мы понимаем, что из бегущих спортсменов только один спортсмен может взойти на пьедестал, самый наивысший, получить золотую медаль. Один. Но знаете, что мне нравится? Когда мы с вами бежим на ресталище Божьем, награду получает каждый. Скажите, каждый. Друзья мои, когда мы с вами бежим на ресталище Божьем, награду получит каждый. Нам не нужно с вами соревноваться, нам не нужно с вами доказывать, кто лучше. Нам не нужно с вами между собой иметь какой-то спор, иметь, может быть, какое-то вот это, знаете, внутреннее такое соревнование. А я докажу, а я покажу, а я всех удивлю. Не надо. Потому что награда от Господа для каждого, бегущего на его ресталище. Скажи вместе со мной, для каждого. Поэтому апостол Павел говорит, да бегите, чтобы получить. Бегите, несмотря по сторонам. Бегите, видя цель, которую Господь поставил для каждого из нас. Знаете, сегодня прочитал одну интересную притчу в братской группе. Когда один молодой человек подошел к священнику и сказал, все, я хочу уходить из церкви. Священник спрашивает, почему? А, надоело, там сестры сидят, сплетничают, эти сидят в телефоне, эти ссорятся, эти друг другу завидуют, все, надоело. Священник сказал, хорошо, прежде чем уйти, в следующий раз, когда придешь в церковь, я хочу попросить тебя одно дело сделать. Возьми стакан полной воды и начни по церкви ходить, даже во время служения, просто ходи с этим стаканом воды, чтобы обойдя вокруг зала этот стакан у тебя не пролился. И, знаете, этот парень сказал, о, классно, хорошо, я думаю, что я это очень легко сделаю и со спокойной совестью уйду. Вы знаете, он прошел во время церковного служения с этим стаканом воды по всему залу, вернулся, подошел такой довольный к священнику, но священник сказал, слушай, скажи мне, когда ты шел с этим стаканом по залу, ты видел кого-то сплетничьих, ведущих сплетней, видел? Нет, не видел. Ты видел кого-то, кто смотрел в телефон? Нет, не заметил. Ты видел кого-то там, кто, может быть, спал на служении, еще что-то? Нет, никого я не заметил. Я был сосредоточен на стакане. И раз священник сказал, знаешь, вот так, друг мой, всегда, приходя в дом, Божий, будь сосредоточен на Иисусе Христе, и тогда ты никогда не заметишь ничего постороннего, ничего, что будет тебя разрушать, разрушать твою веру. Наблюдай не за другими, наблюдай за собой. На что настроено твое сердце? Куда направлен твой взор? Аминь. Вы знаете, апостол Павел, он смотрел на то, чтобы проповедовать Евангелие, делиться благовествованием. Он не смотрел по сторонам. Он шел к цели, которому дал Господь. Аминь. Поэтому нам очень важно, друзья мои, определить свое ресталище, определить свой путь с помощью Божьего, Божьего указания. Не пытайся бежать за кем-то, не пытайся кого-то обгонять, не пытайся строить свое служение за счет другого служения. Получи откровение от Господа, получи направление от Бога и иди, иди вперед за наградой от Господа. Аминь. Все подвижники, все участники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Друзья мои, нам нужно воздержание. Скажите, местного воздержания. Вы знаете, когда спортсмены занимаются, когда спортсмены хотят достигать результатов, а они тренируют себя, они воздерживаются от того, что им может помешать. Они не занимаются праздными делами, они не позволяют себе есть все подряд, они следят строго за собой, потому что они понимают, что любое отклонение от поставленной цели, оно может лишить их победы. Аминь. Поэтому нам нужно, друзья мои, понимать, что нам нужно воздерживаться, если мы хотим получить венец от Господа. Нам нужно воздерживаться от эмоций, нам нужно воздерживаться от плотских желаний, нам нужно воздерживаться от лишних слов даже. Вы знаете, языком можем столько много всего лишнего наговорить. Насколько важно научиться воздерживаться от лишних слов, контролировать свой язык. Это самое сложное, но это возможно. Если мы будем просить об этом помощи у Господа, у Духа Святого, Бог поможет нам усмирять и порабощать нашу плоть, наш язык, наши глаза, наши уши. Аминь. Поэтому давайте будем этим заниматься. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Знаете, интересно, что в 27 стихе, последним стихом апостол Павел как бы подытоживает свое размышление о служении, о благовествовании. И обратите внимание, о чем он говорит в этом последнем стихе. Он говорит о том, что его основная борьба, его основная борьба с самим собой. Друзья мои, наша основная борьба в служении Богу даже не с теми, кто пытается нам помешать. Даже не с теми, кто пытается нас остановить. Даже не с теми, кто вставит нам палки в колеса. Наша основная борьба в служении Богу с самим собой. Скажи вместе со мной, с самим собой. Апостол Павел говорит, я постоянно порабощаю, я постоянно усмиряю свою плоть. Мне иногда хочется так воспользоваться своим авторитетом. Мне иногда так хочется воспользоваться своей властью. Мне иногда так хочется воспользоваться своими мудростью и знаниями. Я очень легко любого могу поставить на место. Но он пишет, я порабощаю и усмиряю свою плоть. Аминь. Я прилагаю усилия, чтобы контролировать самого себя. Чтобы никого не обидеть. Чтобы не дай Бог кому-то что-то лишнее не сказать. Чтобы не дай Бог не привести кого-то в разочарование. Хотя у Него на это были полные права. С его духовным опытом, с его духовным багажом. Но он говорит, я постоянно веду эту борьбу с самим собой. Чтобы, проповедуя Евангелие, самому не остаться недостойным. Аминь. Друзья, мне нравится эта мысль. Мне нравится эта заключительная мысль в 9 главе апостола Павла. Чтобы, проповедуя Евангелие, самому не остаться недостойным. Я бы хотел, чтобы сегодня вот эта мысль, она очень сильно прилепилась к нашему сердцу. Если я проповедую Евангелие, как важно мне самому не остаться недостойным. Если я сегодня избрал для себя этот путь служения Господу Иисусу Христу, как важно мне действительно дойти до конца. Не сойти. Не разочароваться. Не опустить руки. Не расслабиться. Вы знаете, я хочу сказать вам, друзья мои, чем больше вы служите, тем больше сатана пытается вас искушать. Тем больше сатана пытается вас останавливать. Тем больше сатана пытается подставить вам ногу, чтобы вы упали. Поэтому я хочу сказать вам, помазание, оно не защищает тебя от искушения. Помазание, оно дает тебе мудрости, как тебе проходить через искушение, если ты будешь бодрствовать. Если ты будешь действительно наблюдать за собой Поэтому пусть Бог нам сегодня поможет, друзья мои Когда мы с вами будем участвовать в трапезе Господней Когда мы будем участвовать с вами в причастии Пусть сегодня нам Господь поможет действительно размышлять о том Насколько я достоин Насколько я на самом деле прилагаю усилия, чтобы мне не оказаться недостойным Действительно я понимаю ту ценность, ту жертву, которую Иисус Христос совершил Ведь Его тело, Его кровь На самом деле, друзья мои, если мы правильно к этому отнесемся Это именно будет и будет то, что будет давать нам силу Что будет давать нам, знаете, это правильное понимание Ведь Он не сделал это с личной выгодой Он не совершил это для того, чтобы кому-то что-то доказать Он это сделал по одному единственному Но на самом деле самому мощному и сильному мотиву Который сегодня может вообще существовать в этом мире По любви Скажите мне с собой, по любви По одной единственной причине Потому что возлюбил тебя и меня Помните, мы с вами говорили, когда мы имеем любовь Мы исполняем всякий закон Мы исполняем всякий закон Знаете, закон исполнить Фактически невозможно Но есть одно условие Если ты будешь наполнен Божьей любовью Любовь Божья поможет тебе исполнить всякий закон Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!